приветствую всех на своем канале сегодня хочу вам рассказать как перезимовал мой инжир и показать у меня три сорта какой из них лучше перезимовал он был без укрытия мы живем в одессе одесская область южный регион смотрите как этот инжир такой грушевидный он не забыла брусиловский или брусяновский смотрите как он перезимовал все он вместо листиков сначала выпускает свои инжиринки видите а потом начинают распускаться листочки этот куст перезимовал отлично видите даже нижние веточки это они все проснулись и пошли в рост сейчас вам покажу другой я его хотела делать и в виде дерева стволы видите толстые толстый но сейчас будет одно но расскажу чего не хочу больше в виде дерева во первых доставать ягоды неудобно наклоняешь ветку и она когда наклоняешь она ломается это очень неудобно и второе он у меня ведь этот синий инжир он у меня вымерзает видите это другой сорт вот он немножко оживает на верхушке оживает я жду пока он весь покажет в каком месте оживет вот ожил на верхушке пока я не обрезаю вот ведь оживает и также пускает сначала свои ягодки а затем будут листики пускать я его пока не обрезаю но нижние ветки вот эти тонкие которые на них очень сильно надеялась они видите все засохли и казалось бы веточка молодая она не должна сохнуть но она ведь и вся засохла разрезе ничего зеленого нет жалко конечно но буду делать его ниже это уже научена когда я брала с него черенки девочки просили осенние это синий сорт это этот крымский внутри он такой красный красивый а сверху оболочка синяя его в основном украшают торты этим сортом очень классный сорт его можно сделать низкорослый и держать как комнатное растение он невысок не сильно ветки гонит толстые а это у меня белый сорт это медовый он тоже померз и это уже не первый год он мерзнет он выкидывает вот такие толстые толстенные стволы и потом они все вымерзают сухие становятся вот смотрите наклоняюсь веточку и посмотрим нет сухая эти все вымерзают то есть если делать его в виде кустах его можно обернуть агроволокном и он не вымерзнет так как я первые года делала а в этом году думаю зима теплая шо ему вот ничего не будет видите результат все хочет чтобы его укутали присмотрели за ним да за черенки черенки я брала осенью и они у меня вроде бы стояли корни начали пускать корешки пустили но потом резко начали пропадать лучше я думаю черенки брать летний период когда они уже начали одревеснеть сейчас мне конечно жалко взять потому что если я возьму череночек он виде ягодка инжирина инжирина с каждой почки будет инжир а маленькие они привыкла брать вот такие на три почки я беру если брать так чтобы сразу дерево у людей было летом я буду коренять череночки кому надо отсылаю у меня недорогие они по 50 гривен но инжир шикарный его во первых полезный вы знаете да для сердца для всего и его очень легко за ним ухаживать ничем не болеет сказочное растение можно вот эти череночки взять видите зелененьким так обрезали и сразу надсечки сделать водичку поставить первую воду выливаете там сутки он простоял и на следующую воду уже он стоит пускать корешочки а воды надо вообще немножко вот столько и смотреть все время чтобы она не испарялась вот эти черенки были бы хорошие наверное возьму там людям я пообещала а вот этот черенок не жалко будет брать видите сразу инжирина сколько есть классно он он пускает снизу вот те молодые я тоже оставлю очень много обрезала молодых думала укоренить она не получилось равлик прилип инжир ничем не болеет классно на него практически ничего не нападает никакие и насекомые вы не едят ничего не гусеница в общем выращиваете инжир у себя и очень классно и полезно и ухода практически никакого не требует полили благодарное растение все что вам хотела рассказать на сегодняшний день об этом чудо инжире можно конечно было прокопать вот здесь вот укутать его соломкой замотать агроволокном но посмотрите какие ветки здоровые а люди еще копают траншеи его наискосок садят а потом опускают траншею и засыпают чтобы он не вымерзал но я попробовала без никаких укрытий и вот результат этот сорт шикарно его следующий сорт синий наполовину а белый вообще не выдержал нагрузки медовый он такой сладкий но он чуть чуть мельче он такой вот тот чуть чуть больше синий а этот вообще как груша такой большой большой класс я вам сниму видео когда будет уже на нем присутствовать инжирины а сейчас пока вот деревья цветут не пускает цветочки а сразу вот такие вот разветвление и пошли инжирины по всей веточки ведь аж до конца вместо листиков сразу инжир это у нас дрова сложена пчелы там летают опыляют все мои растения кому нужен мед я тоже могу переслать оси с вам покажу цыплят про цыплятки распоряжу следующий раз ну посмотрите какие они чудесные кому интересно какая порода пишите я вам расскажу в следующий раз как мы за ними ухаживаем мы взяли с точных цыплят и вот такие вот для такого возраста уже подросли красавцы порода доминант примерно две недели они шустренькие хорошенькие стартовым кормом корму и какие выпайки делали тоже если надо напишу все живенькие здоровенькие у них все отлично про цыплят будет отдельное видео всем удачи всем пока это смородина у меня золотистая на классная такая высокая в рост человека громезная там если на помидоры высаживали такие стойки специальные потом помидорка растет в колечках поправили 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 и пошла все всем удачи всем пока хозяйства хватает